Актовый зал, патриотическая символика и маленькие стульчики, выстроенные в ряд. В Запорожском детсаду номер 293 детей учат, как правильно петь национальный гимн. Рассказывают об истории казачества, национальной символике и посвящают в тонкости народных традиций. Подвести итог решили украинским праздником. На патриотичное мероприятие традиционно пригласили всех мам и пап, а также наших журналистов. Подробности в сюжете. Мальчики и девочки старшей группы детсада номер 293 – настоящие патриоты. В этом уверена заведующее учреждением Лариса Краснощекова. Чтобы доказать это, инициировало проведение украинского праздника. Для этого вместе с воспитателями написали сценарий. Для полноты образа дети облачились в вышиванки, шаровары и гуцульские костюмы. Заведующий отмечает, за 25 лет работы детсада такие мероприятия стали привычным делом. В нашем детском саду уже 25 лет мы постоянно работаем над патриотическим воспитанием. Любовь к украинскому народу, к фольклору, патриотическое выхование – это червона нитка, над которой мы работаем все годы. У нас с самого начала нашего исцеления дошкельного заклада мы работаем на этой теме. В этом саду у нас 26 детей, это старшая группа, в дошкельном закладе у нас 286 детей, у нас три логопедичные группы, две ясенные группы. Лариса Краснощекова рассказывает, часто приглашает к себе гостей. Не только на праздники, но и просто так. По ее словам, больше всего детям полюбились казаки из военно-патриотической школы «Джур». В бесценной роли патриотического воспитания уверены и в районном департаменте образования. Очень сложно переоценить значение и значимость таких мероприятий. Дело в том, что патриоты не рождаются, а патриотами становятся. И когда ребенок с самого маленького возраста понимает всю красу своей родины, свою роль в становлении этой родины, мне даже, честно говоря, тяжело подобрать те слова, которые отражают всю значимость происходящего. Маленькие патриоты удивляли родителей и гостей стихами, хоровым пением и танцами. Хитом украинского праздника стало выступление юных казаков, горцующих на воображаемых конях. Смеялись все. А с помощью песни малыши признались в любви родному городу. Родители говорят, праздник поднял настроение перед работой. И признаются, за выступление своих чад переживали не меньше их самих. Заведующая детсадом отмечает, такие праздники планируют проводить чаще. Считает, они выполняют двойную миссию, помогают детям раскрыться, а заодно прививают любовь к национальным традициям, родному городу и Украине.